Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов. Три задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях за четыре дня до нового 2020 года, наверное, последний выпуск 2019-го – это Рэй Далио с его книгой «Принципы». Вы наверняка все уже в предновогодних мандаринах и жесточайшем цейтноте, поэтому постараемся провести этот выпуск как важно быстрее. «Люди каждый день принимают десятки, если не сотни решений, от последствий которых зависит их жизнь». Это сказали не мы, это сказал Рэй, про которого вы до сегодняшнего дня могли ничего не слышать. Однако один из богатейших людей мира, который умудрился, по-моему, в 12 лет купить акции авиакомпании на 300 долларов, а продать их после слияния этой авиакомпании уже в 6 раз дороже, может и знает что-то полезное. Если к этому добавить, что по состоянию на 2017 год, когда он написал книгу «Принципы», сумма активов, находящихся в управлении Рэй, оценивалась в 160 миллиардов долларов, а его персональное состояние в 17,5 миллиардов долларов, то может принципы этого человека будут весьма полезными тем, кто задумывается над такими понятиями как успешность, осознанность и счастье. Американские медиа называют Рэя Стивом Джобсом от инвестирования. Его книга в оригинале называлась как «Принципы жизнь и работа», и она вошла в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». С 1969 года он дважды в день практикует трансцендентальную медитацию и призывает сотрудников своей компании делать точно так же. В качестве хобби занимается исследованием океана, дружит с Джимом Коллинзом, который написал одну из, по моему мнению, лучших книг про менеджмент от хорошего к великому. У нас тут своя атмосфера, она чуть попроще, и мы в качестве хобби не исследуем дно океана, а вместе с хорошей книгой открываем бутылочку хорошего вина. Или просто вина. Если вы не первый раз слушаете этот подкаст, то наверняка должны были узнать этот звук. Если первый раз, то не обессудьте. Сегодня пенотаж от Маулу. Южноафриканское вино. Несколькими выпусками ранее уже был пенотаж от другого производителя, и учитывая, что это очень такая бюджетная линейка набирающего популярность юаровского вина, которая появилась путем скрещивания французских, двух французских сортов пенонуара и сенсо, именуемого еще и эрмитажем. И отсюда пошло и название пенотаж, что я думаю, оно будет еще не раз встречаться. В наших обзорах, пусть немножечко подычит, мы вернемся к книге одного из богатейших людей мира, бизнесмена Ре Аталио. Если в двух словах он учит необходимости формирование этих самых принципов, осознание их и следование. Формирование, осознание, следование принципам. Этого будет достаточно, чтобы добиться успеха. Теперь осталось же определить, как формировать эти самые принципы. Жизнь-игра. Вы должны относиться к жизни как к игре, в которой человек способен, вернее даже не способен, а если он хочет быть тем самым осознанным и счастливым, он вынужден устанавливать правила. Рей призывает проанализировать, признать свои слабости для преодоления трудностей. Вот это признание своих слабостей является правилами игры, по которой вы дальше будете существовать. То есть принципы равно правила игры, поскольку жизнь равно игра. Эти принципы необходимы, чтобы гармонично сосуществовать с окружающим миром, и ключевым моментом их формирования являются как раз ценности человека. Далее в книге Рей на своем примере приводит, как же он сформировал свои принципы, и как они ему помогли в жизни. Чистый лист осознания тезиса, что вы играете, и что у вашей игры должны быть правила. Эти правила это и есть эти самые ваши принципы. Чтобы понять себя, Рей предлагает задаться вопросом, в чем счастье. По мнению автора существует два основных пути ответа на вопрос, как достигнуть счастья. Первый заключается в выявлении и удовлетворении потребностей, а второй в ограничении запросов. То есть с одной стороны вы четко понимаете, чего вы хотите, а с другой стороны пытаетесь ограничить себя для того, чтобы в текущем моменте быть чуточку счастливее. Настоящая цель, или настоящий принцип жизненного поведения, он не диктуется обществом, а имеет значение именно для конкретного человека. Рей считает, что потенциально успешные люди это те, кто выбирает первый способ достижения счастья. То есть вы ограничиваете запросы не сразу, а только после того, как понимаете и выявили свою ключевую потребность. Вообще, строго говоря, он говорит о том, что ваши принципы, по которым вы живете сейчас, это, как правило, смесь каких-то ваших собственных правил и чужих принципов. Источниками чужих принципов являются ваше окружение, семья, друзья или какие-то более глобальные формы и структуры, такие как религия, законы, государственный строй. И поэтому вырабатывать свои собственные принципы, находясь вот в этом симбиозе, это достаточно сложная задача. Поэтому использование чужих принципов, это, в общем-то, не самая плохая идея, но важно, чтобы оно было осознанным, потому что неосознанное использование готовых принципов это риск так и не получить ответ на вопрос, действительно ли вы были счастливыми, или вы просто прожили жизнь не со своими ценностями, а, в общем-то, с чужими, и прожили чужую жизнь. Для того, чтобы понять, так это или нет, живете вы по своим принципам и счастливы вы от этого, или используете чужие, будьте искренними перед собой. Это один из базовых принципов самого Рея Далио. Он говорит, чтобы понравиться другим, люди очень часто забывают о собственном «я». И если принципы, которые вы для себя сформулировали, расходятся с общепринятыми, то вы не раскрываете свои сильные стороны в стремлении понравиться всем остальным, то есть в стремлении быть признанным в социуме. Далио говорит, не нужно так делать, будьте честными в первую очередь самим собой. Осознание недостатков, если это действительно недостатки, это осознание позволит проработать и устранить их. Это, в общем-то, такой путь к самосовершенствованию. И как только вы откажетесь от желания понравиться всем, но при этом начнете понимать себя, вы удивитесь, но без труда сможете находить язык с другими людьми и удивитесь, насколько, в общем-то, это легко. Я согласен с Рэйом в том смысле, что для того, чтобы найти общий язык с людьми, не обязательно им нравится. Гораздо важнее при этом оставаться целостной личностью и быть уверенным в том, что ты делаешь. Для того, чтобы пройти вот этот путь нахождения общего языка с другими людьми, вам придется претерпевать большое количество неудач на пути, потому что не бывает взлетов без падений. И вот это вот вся история, которую вы и без меня очень хорошо знаете. Как правило, мы останавливаемся на пути к цели, потерпев неудачу, потому что у нас есть эмоциональная боль, которая служит защитной реакцией психики. И эта самая психика говорит нам, нет, ты туда больше не иди, там плохо, ты там падаешь, там тебе больно, обидно, хочется сесть в угол и поплакать. Нужно настроиться, что очередное падение неминуемо приближает вас к цели. Как говорил классик, успешный человек от неуспешного отличается только тем, что успешный встал на один раз больше, чем упал, а неуспешный, в общем-то, у него количество вставаний и падений будет равно. Преодоление препятствий мало того, что укрепляет характер, оно еще и дарит вам бесценный опыт, в результате которого вы становитесь более счастливым, гармоничным и осознанным. Вот тезис про то, что вам нужно бороться с дискомфортом, он мне кажется гораздо более глубоким, чем тот, которым пичкают нас сейчас со всех голубых экранов, о том, что вам нужно выходить из зоны комфорта. В тезисе про выход из зоны комфорта непонятно, что делать дальше. Рейк говорит, вы мало того, что выйдете, вы не стойте потом грустно и вяленько, вы боритесь с дискомфортом. Выход из зоны комфорта должен быть с активной жизненной позицией, вы должны быть готовы принять удар и, мало того, выйти из этой схватки победителем. Ошибки будут. И это нормально. Ненормально то, что в сегодняшнем обществе принято о них молчать. Да, сейчас начинают появляться вот так называемые форматы факап-найтов, когда спикеры приходят именно с историями неуспеха. И эти, кстати, мероприятия пользуются огромной популярностью, потому что людям чуть-чуть уже поднадоело видеть, видеть, слышать вот эти все глянцевые, выхолощенные истории, как за три месяца, в общем-то, все там делают стартапы и потом улетают на Бали жить на дивиденды от этого самого стартапа. Это неправда. Ну, вернее, может быть, это и правда, но так бывает в очень маленьком количестве случаев. Чаще всего на пути будут ошибки. И вот то, что эти мероприятия, которые говорят о ошибках, появляются, но по сравнению с историями успеха их все еще мало, говорит о том, что Рэй прав. Не принято говорить о ошибках как о том, что нужно принимать близко к сердцу и даже ценить. Потому что, в общем-то, с одной стороны, если вам кто-то указывает на ваши ошибки со стороны, это классический пример книги «Жалоба как подарок» или указание на ошибку «Как подарок», это ваш шанс стать лучше. Иногда это может еще сработать как эмоциональная какая-то обида, если вас это заденет, и это будет мнение человека, который вам важен, то это даст вам еще дополнительный стимул, в общем-то, исправить эту ошибку и стать лучше. Ну и принятие ошибок – это естественный способ предотвратить их повторение в будущем. Вдумайтесь, вот Рэй об этом не пишет, но я много думал о этой части, когда читал про ошибки в книге «Принципы». В школе нас никогда не учили обращать внимание на ошибки. Нам было важно, сколько мы решили правильно для того, чтобы получить хорошую оценку. И очень мало кто разбирает именно неправильные примеры для того, чтобы понять, где, на каком из этапов решения задачи была совершена ошибка. Вот так вот со школьной скамьи нас учат в основном быть заточенными, обращать внимание на успех и не обращать внимание на ошибки, а между тем они же и есть основой опыта. Здравое решение приходит в результате принятия действительности. Вы осознайте, что жизнь, она такая, какая она есть. Вы можете стать революционером, бунтарем и попасть в учебники истории и, в общем-то, изменить эту жизнь, а можете просто прожить ее комфортно. Какой из этих путей выбираете вы, это решать только вам. Далее он говорит о том, что научитесь отличать ожидания и реальность, потому что мечта, как ожидание, она должна сформировать цель, к которой вы идете. А реализм, та самая реальность, это вектор пути к ее достижению. Мечта — это то, что вы хотите получить. Реализм — это то, как вы будете это делать, сколько шагов надо пройти, насколько они должны быть частыми, придется ли вам бежать, будете ли вы уставать, нужно ли дополнительное питание и так дальше. Вот этим ожидание отличается от реальности. Идеалисты, летающие в облаках, это одна из основных проблем осознанной жизни и одна из основных проблем бизнеса, по мнению Рея. Для того, чтобы мечта не была оторвана от реальности, научитесь объективно оценивать свои знания. Успешный человек, во-первых, он всегда признается в том, что он чего-то не знает, он не стесняется своих недостатков, и кроме этого, он не просто признается по хихикой, и ты пойдет дальше, он будет стараться устранить вот это белое пятно на карте своих знаний. И успешные люди гораздо более обучаемые и гораздо более склонны к непрерывному обучению, чем неуспешные. С этим тезисом я тоже очень согласен, потому что люди зачастую пытаются выглядеть всезнающими, а никто не хочет выглядеть как человек, который не знает, но хочет знать. Вот так вот. И когда ты всезнающий, как правило, тебя это не приводит к цели, потому что это какие-то поверхностные знания. Когда ты понимаешь свою слабость, понимаешь, в каком из направлений твоих знаний недостаточно, это может повлиять на ситуацию, так что вы пойдете учиться, в общем-то прокачаете скиллы именно в этом направлении, и это отразится на результате в том смысле, что вы научитесь чему-то новому, потом примените это на практике и неминуемо получите результат. Объективная оценка знаний и желание обучиться – это желание развиваться. Окружающий мир постоянно меняется. Сегодня вы еще не настоящий человек-паук, как молодой человек на этом слайде, а вы просто разрисованный. Но неизвестно, что будет завтра, если вы умеете сопоставлять мечты с реальностью, если вы умеете делать выводы из ошибок, если вы объективно оцениваете свои навыки, знания и умения. У всех людей есть врожденная потребность развиваться. Недостаточно поставить цель и просто выполнить ее. Жизнь состоит из циклической цепочки желания, реализации, и после достижения цели приходит новая цель, и, в общем-то, это и есть двигатель прогресса. Такая цикличность, которая происходит в вашей жизни с точки зрения понимания и сформированное желание, что делать, реализация и новое понимание. Для того, чтобы двигаться чуточку быстрее и для того, чтобы вам было легче удержать фокус на ваших принципах, вы должны собрать такую же команду, как вы сами. Я, собственно, вынес эту историю про бизнес в два последних слайда, только потому, что очень во многом все это, то, что Рэй Даллио говорит о эффективном бизнесе, о грамотном менеджменте, ну и о своих принципах в бизнесе, очень сильно все перекликается с Джимом Коллинзом. Если вы не читали «От хорошего к великому» «Good to great», обязательно прочтите эту книгу. Видно, что кроме того, что Рэй дружен с этим человеком, он разделяет много вещей, о которых Коллинз написал гораздо более подробно. Но, в общем-то, два факта, которые я вынес из этой книги, это то, что вот, если хотите двигаться быстрее, эффективнее, набирайте людьми с ценностями, похожими на ваши, потому что коллектив со схожими принципами работает слаженно. Вы можете обучить каким-то узкоспецифическим задачам человека, но вы не сможете обучить человека быть человеком с той точки зрения, которую разделяете вы. Нанимайте ярких личностей, людей, способных брать на себя ответственность. При этом всем у участников команды должен быть один человек, который их направляет, это лидер основной, и он всегда должен быть. И при этом старайтесь так, чтобы менеджмент внутри вашей компании был достаточно грамотным с той точки зрения, что на первых порах устанавливаете тесный контакт с подчиненными, тесный равно человечный, пока они не научат действовать самостоятельно, и тогда вам придется только направлять и курировать их. Если помните батаревый 45 татуировок менеджера, у него первым этапом всегда было учить. учить, если что-то идет не так, после этого лечить, если лечить не получается, то мочить. В общем-то, это в этих трех словах тоже может быть заложена квинтэссенция грамотного менеджмента. По результатам работы стоит оценивать бизнес-процессы и возможные ошибки сотрудников, не нужно возлагать ответственность на всю команду, должны быть персональные зоны ответственности, ну, конечно, должен быть KPI, который как бы делится на всю команду, но вы должны понимать, что у команды есть лидер, есть каждый солдат должен знать свой маневр, в общем-то. И за каждый микропроцесс должно отвечать какое-то конкретное лицо. Базовые принципы, которые позволят вам быть осознанным, счастливым и успешным, как в обычной жизни, так и в бизнесе, у Рея такие. Во-первых, быть искренним, во-вторых, ориентироваться на понимание успеха, на свое собственное, внутреннее, выкристаллизованное в результате формирования принципов понимания успеха. Раздвигайте границы своих возможностей, не бойтесь ошибаться и помогать другим осознавать их ошибки, будьте ответственным, принимайте реальность такой, какая она есть, но при этом мечтайте, принимайте слабости и пробелы в знаниях, будьте благодарны людям, которые указывают вам на ваши ошибки и развивайтесь вместе со Вселенной. Такой очень был быстрый Мрей Далио книга принципы, наверное, одна из лучших книг 2019 года в нонфикшене, по моему скромному мнению. Рекомендовал бы ее к прочтению, особенно в части принципов жизни. На принципах бизнеса можно пробежаться и сохранить себе немножечко времени для Коллинза и от хорошего к великому. Формат называется «10 фактов, три задачи», только потому, что после «10 фактов» вас обязательно ждет три задачи. «Три задачи» – такой формат взаимодействия с нонфикшен литературой, когда я в блокнот, именуемый букнотом, специальный блокнот, созданный у нас для «Читай быстро» для созданного чтения, записываю сначала факты, а потом из них выкристаллизовываю три задачи. Это такие практические три вещи, которые нужно пойти и сделать после прочтения любой из книг. Мы придумали такой формат для того, чтобы книги после прочтения оставляли после себя не только послевкусие, но и какую-то практическую ценность. Вы можете делать это в букноте, если он вдруг у вас есть, если нет, его можно купить или выиграть, или получить в подарок на сайте буква.инфо, а можете делать не в букноте, а в любом вообще другом, на любом другом носителе. То есть вы можете записать в телефон, можете на обоях, на стене, можете просто в тетрадке. В общем, важно, чтобы мозг отложил какой-то основной фактаж из книги и сформулировал на основе этого фактажа задачи. У меня три задачи после прочтения книги Рея Дальго. Принципы были такими. Значит, первое, сформировать список своих базовых принципов, отвечая на вопрос, что такое счастье, и список базовых бизнес-принципов, отвечая на вопрос, где я хочу оказаться через год, три-пять. То есть для формирования разных принципов жизненных или бизнесовых нужны чуточку разные вопросы. Конечно, при формировании базовых бизнес-принципов я тоже хочу быть счастливым, но тем не менее тут таймлайн годовой, трехгодичный и пятилетний. Вторая задача придумать формат, в котором я смогу закрепить эти принципы визуально, чтобы ежедневно к ним обращаться и следить, насколько хорошо у меня получается этому следовать. третья задача еще раз перечитать Коллинза от хорошего к великому, потому что походу никто лучше, чем он, не сформулировал бизнес-принципы, если даже автор книги «Принципы» в части бизнес-целей и задач очень часто обращается к формату и опыту самого Коллинза. Таким был Рэй Далио, таким был Пенотаж какого, кстати, года? 2017 года Пенотаж был выпустен одновременно с оригинальной версией книги. Пожалуй, последний выпуск в 2019 году проект «Читай быстро» буква.инфо Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, колокольчик, там комментарий, комментарий колокольчику, палец вверх, комментарий. Если захотите проверить скорость чтения буква.инфо слэш рапид, можно почитать текст, ответить на вопросы, получить сертификат. На сайте у нас можно почитать еще обзоров, можно почитать статьи про мнемонику, осознанное чтение, беглое чтение, можно посмотреть рабочие тетради, которые мы делаем, ну и про букноты тоже, если захотите. В инстаграме буква.инфо Может быть, прямо сейчас мы разыгрываем букнот, может быть, какую-нибудь книгу хорошую. С наступающим, семья! Спасибо, что были этот год весь с нами, непростой, но интересный. Посмотрим, что будет дальше. Увидимся в 2020. Хорошего вам дня! А, стойте, стойте, читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня! Пока!